Иисус Христа Вновь коснуться темы, к которой я обращался в прошлых программах, а именно о празднике, который почитается очень сильно, очень давно уже, с глубокой древности в православной традиционной церкви, а именно о празднестве или о лже-празднике, точнее говорить, если правильно, Успение Богородицы. Дорогие друзья, к сожалению, в традиционном православии очень сильно популярный этот праздник, очень сильно, знаете ли, распространен. В русскоязычном мире, в православной церкви очень много уделяет внимания личности Богородицы. Марию, Матерь нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа называют в православии Богородицей. Это, конечно, недоразумение. В самом этом названии, будем так говорить, уже кроется какой-то подвох, потому что Мария, Матерь нашего Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа, она не могла дать начало Божеству и не дала начало Божеству, конечно же, Иисуса Христа, а лишь человечеству, человеческой плоти Иисуса Христа. Иисус Христос родился по плоти от Марии, но в духе, но как Бог, Он от века сущий, как и говорил нам. И, в общем-то, дело, конечно, не в названиях. Можно Марию называть, наверное, Богородицей, хотя правильнее, конечно же, по Писанию, именно по тому священному Писанию, по Библии, которая дана нам христианам, нам стоило называть Марию именно Матерью нашего Господа, а не Богородицей. И, дорогие братья и сестры, почему я говорю как о празднике Успения Богородицы, как именно о лжепразднике, как о лжепразднестве, или как о ложном, о культном даже празднике. Почему я так говорю? Потому что истина Божьего Слова учит нас поклоняться и служить только лишь Господу Богу Всемогущему. Я, как некогда прежде, в прежней моей христианской жизни, знаете ли, традиционный православный священник, я был когда-то, да, не обновленческим, не реформатором, а самым обыкновенным традиционным русским православным священником. Я молился так же, как и тысячи моих коллег, как и миллионы других обманутых многовековой религиозной ложной пропагандой православных христиан. Я молился к Матери Господа Иисуса Христа и к другим умершим святым и к ангелам, знаете ли, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Ксения Петербургская и прочие, 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 пятые, десятые, их же не с числа. Знаете ли, я молился, кому я только не молился, десяткам, сотням разных святых. В общем-то, знаете ли, это типично, к сожалению, очень типично для традиционного православия. Я, конечно, сегодня, как именно евангельский верующий, как православный христианин, не как кривославный, но как православный христианин, как священнослужитель обновленческой церкви православной, я, конечно, и говорил, и буду говорить всегда о том, что достойно поклонений и служения только лишь не Матерь Господа Иисуса, не другие умершие святые, но только лишь Господь Бог всемогущий. Только лишь Он есть покров наш, не Мария, не Серафим, не Сергий, не кто-то еще, знаете ли, из живых или из мертвых. Только лишь Бог. И это, знаете ли, библейский, если смотреть через Слово Божье, через Библию, то это аксиома, знаете ли, это не то, что требуется доказать. Поэтому мне сейчасшнему, сегодняшнему мне, православному такому обновленцу, реформатору, очень даже трудно самого себя понять прежнему, самого себя же даже, позвольте, да. Потому что до 1996 года я молился многим святым, и в этом ничего, знаете ли, плохого, предрассудительного я не видел. Потому что так делают все, я так считал. Потому что так делают мои динаминации, потому что так принято в моей церкви. Потому что это, знаете ли, я впитал с самого начала, с первых шагов в церкви. Потому что в 1988 году, как раз это было очень такое знаменательное событие, знаете ли, было тысячелетие крещения Руси, и это праздновалось, и тогда уже советское государство трещало по швам, и уже запахло свободой в воздухе, и уже было многим людям, трезвомыслящим, было понятно, что этот союз нерушимый республик, так называемых свободных, он очень скоро рухнет уже, и вот в это такое время оттепели перестройки, и уже пахло свободой. И в это время как раз именно праздновалось так помпезно, торжественно, значит, именно тысячелетие крещения Руси. И вот в этом как раз году, во время этих празднеств, я начал свое служение в правоставном храме. Я художник по образованию, и для меня искусство, это было моей жизнью, знаете ли, моим средством выражения. И я проводил время, фактически все свободное время на пленэрах, и пейзажи, это была моя стихия, знаете ли. Но иногда я писал иконы, служил тем самым, как я понимал, Богу. Я приобщался к церкви, ходил в храм, несмотря на запреты тогда. Значит, ну, в общем-то, в 88-м году я уже в начале Великого Поста, как раз перед прощенным воскресеньем даже скажу, я уже решил работать в храме, служить в храме, и больше того, не просто начать служение в храме, а я родителям даже и объявил тогда, что помнится мне, что я буду священником, то я пойду в семинарию, я буду учиться, я ездил в Загорск, наверное, тогдашний, нынешний Сергий Посад, и, в общем-то, с документами. И я понимал так, что я избираю путь именно священнослужения, то есть я буду священником, я хочу нести людям истину о Боге, я хочу говорить людям о Боге и хочу служить Богу, как священник у престола Божьего. И мне это, конечно, знаете ли, очень нравилось. И, знаете ли, вот тогда, в 88-м году, конечно, у меня были вопросы некоторые, конечно, у меня были разные сомнения, знаете ли, относительно церкви, относительно служения. И я тогда своему духовному отцу, настоятелю того храма, где я работал, где я был чтецом, подморем, алтарником, хором руководил потом отцу Иоанну, я говорил так, что говорю, батюшка, пожалуйста, почему, объясните, почему, допустим, надо молиться кому-то еще помимо Господа? Мне было очень многое непонятное в храме, знаете ли, к кому обращаться. Но я стал читать дополнительную разную литературу, стал обращаться к житиям святых, стал обращаться к настольной книге священнослужителя, к другой литературе, рекомендуемой тогдашним моим духовным наставниками и отцом. И, в общем-то, мне становилось много ясно и понятно, объяснимо. И вот до самого 96-го года, в 91-м я стал священником и служил в Рязани, потом в Рязанской области, потом немного в Брянской области, поработал как традиционный православный священник русский. И, знаете ли, и в 96-м году на приходе, где я был настоятелем, знаете ли, читая Слово Божье, читая Библию, меня просто осенило буквально. Я понял, что я делаю, думаю, Боже мой, что я делаю. Ведь написано, ибо един Бог, един посредник между Богом и человеком, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Библия говорила мне, тогда, в 96-м году, открывалось мне Божье Слово, которое говорит нам, и мне говорит, и всем нам говорит, что ни в ком оно мне спасение, ибо нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись. Я читал, знаете ли, с волнением таким внутренним слова самого Иисуса Христа, самого Господа Бога и Спасителя моего, который говорил мне в этом слове, что я есть путь, истина и жизнь. И он подчеркивает далее, и никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня, через Иисуса Христа. И, знаете ли, сегодня уже вот как православный обновленческий священнослужитель, как реформатор, как архиепископ, украинско-реформаторский православный церкви несут такое служение, знаете ли, очень непростое служение. И требуется большая работа такая, знаете ли, просветительская сегодня, разъяснительная среди населения, потому что очень много людей, миллионы и миллионы душ обмануты, именно, как я говорил уже, многовековой религиозной ложной пропагандой. И не так-то просто эти твердыни дьявола просто-напросто разбивать молотом Слово Божьего в церкви. Но это необходимо сделать. Необходимо, на самом деле, эти глыбы, каменные гробов, просто опрокинуть. Необходимо вывести души из гробов. И пусть миллионы православных христиан восстанут из мертвых, духовно поднимутся из этих гробов, духовных проклятий, греха, беззакония. И, конечно, пусть пелены, вот эти погребальные религиозные пелены, пусть будут сняты с них во имя Иисуса Христа. И как это можно снять? Через просвещение, через Слово Божье, через изучение внимательного Божьего Слова, Божьего постановления, через покаяние, через исправление. И пусть Бог благоставит каждого из нас в этом делании. Я, конечно, очень надеюсь, что в этом обращении, в этом видеопослании, в таком, знаете ли, видеопрограмме, я немного лишь коснулся праздника самого, собственно, успения. Но я думаю, что сделалось после всего вышесказанного, многим из вас понятно, почему не надо молиться именно Марии или какому-то другому из умерших святых, а только лишь Господу Богу. Потому что в этом как раз именно и заключается, вот именно в многобожии таком некоем, знаете ли, заключается главный такой исторический грех, не только православной церкви, вообще исторического христианства. Потому что не только у нас эта проблема в православии, ну, мы, думаю, чего греха таить, мы это понимаем, не только в православии, но и в католицизме. Крупнейшая в истории христианства динаминация католической церкви, это тоже сплошь и рядом, к сожалению. Знаете ли, бурьян, эти сорняки, эти плевелы, они многобожие проросли, и до сих пор пышным светом прорастают и растут. Но Господь 500 лет назад, рукою Мартина Лютера, Кальвина, Цвингли, Анна Баптистов и прочих реформаторов, обновленцев, тогда, в далеком 16-м столетии, начал обновление, начал реформацию. И вот уже 5 столетий продолжающейся вот этой непрерывной реформации исторического христианства, это знак свыше, это на самом деле знак того, что сам Бог стучится в двери своей церкви. И Он говорил так в откровениях, Иисус Христос говорил так, что кто услышит голос Мой и отворит мне дверь, я войду к Нему и буду с Ним вечерить, и Он со Мною. И Он говорил, Иисус Христос, побеждающий наследует все. Слава Иисусу Христу! И о празднике Успения скажу, мне очень жалко, конечно, очень жаль, искренне жаль тех православных христиан, что в этом году и в прошлые годы молились и молятся Успению Богородицы, наивно полагая, что Богородица Мария является их заступницей усердной, Матерью Бога Вышнего, как поют, и что не имеют они иной помощи, и иной заступницы, кроме нее владычицы. Но на самом-то деле это религиозная ложь, которая делает очень страшную работу. Люди, опьяненные этим дурманом, этой религиозной, такой, знаете ли, блевотиной, как Иисус говорил, что пес возвращается на блевотину свою, то есть возвращается к ложным своим учениям. И, знаете ли, это ужасно, конечно, то, что дьявол изрыгал в церкви, то, что вот эта блевотина, которой питаются миллионы православных христиан, обманутых вот этой ложью, знаете ли, пришло время отойти от этих свиных корыт греха, лжеучений, пришло время вернуться в дом Небесного Отца, который простит нас, который омоет грехи наши, который усыновит, удочерит нас, который ведет нас в дом пира. И знамя его над нами эта любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И я хочу завершить эту видеопрограмму стихотворением, которое Бог дал мне однажды написать. Я не стихотворец, я не поэт, но иногда молюсь или прощаюсь в стихотворной форме к людям. И вот эти стихи. Праздник Божьего покрова станем, братья, отмечать. Покровителей иного, кроме Бога, не сыскать. Он один ведь лишь нас знает, как ложимся и встаем, своим духом утешает, когда вдруг мы устаем. Всемогущ наш Бог Небесный, Он из праха создал нас, любящий Отец чудесный, благодатью нас спас. Никакой святой на свете нас от смерти не спасет. Обратитесь, Божьи дети, к пастырю, что всех пасет. Матерь Господа Иисуса не защитница Тебе. Нет на свете слаще вкуса, чем спасение в Господе. Бог покров свой простирает лишь на тех, кто в мире свят, отступников карает, грешникам готов уж ад. Обратись, душа родная, в дом отца, скорее вернись. Бог готов грехи прощая, отворить дорогу ввысь. Праздник Божьего покрова станем брать и отмечать. Покровить или иного лучше Бога, кроме Бога, не сыскать.